The original link to the video will be in the description down below. 4-9 сентября стример на твиче BigsBullet выложила пост, где она рассказывала о том, как борется с человеком, который она подозревает в том, что он серийный агрессор и сталкер. Она его называет по имени Мэтью Брокетт, в онлайне его ник Спекти Пу, и в дальнейшем я его буду называть Спекти. Исходя из поста, проблемы начались, когда BigsBullet написала заявление в полицию против Спекти, когда она заподозрила, что он использует Организацию, чтобы заманить детей в дискорд-сервер, где он вел себя сексуально приемлемо с ними, делился ссылками на порнографические сайты и картинки, возможно, психологически их эксплуатировал. Организацию, которую она указывает, называется Inception Esports, который создал Спекти. И заявление, которое она написала в местном полицейском департаменте, которое было опубликовано в прошлой неделе, показывает предполагаемую историю сексуальной домогательств, которая, по ее утверждению, участвует несовершеннолетние. Многие обвинения связаны с партнерским дискорд-сервером Inception Esports, у которого в один момент было 3500 участников, и якобы были несколько случаев российских гомофобных оскорблений. И причина, по которой BigsBullet знает, кто такой Спекти, из-за того, что в один момент она подписала контраст с Inception Esports как стример. Это 24-страничный документ, в котором есть скриншот из видео личной переписки целый ряд обвинений против Спекти, в то время, когда он управлял тремя различными киберспортивными организациями, в том числе Inception Esports. По словам BigsBullet, Спекти каким-то образом узнал об этом заявлении в полиции, по ее же словам, вот здесь и начались домогательства. Она подала на меня со всем, что у него было. Доксинг, унижение, боты, угрозы. Говорил мне, что у него есть мой адрес, говорил, например, скоро увидимся или не терпится к тебе приехать. Предположительно, за счет множественных кибератак он выложил ее имя и адрес людям, которые он называет преступниками Дарк Веба, которые укражали приехать в то место, где она отдыхала, и даже, предположительно, имели голые фотографии ее дочери на его же компьютере. Все дошло до того, что BigsBullet пришлось остановить деятельность на Твич из-за страха за себя и свою дочь. Она бегала здесь, и на ней было нижнее белье. Когда она пробежала сюда, я просто взяла ее в оборот и выбила ее оттуда. В итоге я завершил стрим, и пока это дело, заметил, что тот, кто с ним знаком, сделал клип инцидента. Я тут же его удалил, и затем удалил трансляцию. На следующий день он мне отправил сообщение, что у него сохранены голые фотографии моей трехлетней дочери, и он их использовал, чтобы шантажировать меня, или укражать мне, или сказать, что попытается с помощью этого забанить меня на Твиче. По ее словам, Спектр в один момент был забанен в Дискорде за связи, похожих на то, что она написала заявление. Но предположительно, он использовал другие аккаунты, чтобы остаться в Дискорде. Она говорит, что даже некоторые его админы пытались связаться с техподдержкой Дискорда, чтобы забанить его и другие аккаунты, но не вышло. Бейкс Болит говорила со множеством юристов из различных законов в Штатах, если она хочет что-то сделать на судебном уровне, она должна ввести его в федеральный суд, чтобы, естественно, будет очень дорого. Также она говорит, что связывалась с множествами различных местных органов власти, но они ничем не помогли. Также я связался с Спектр, чтобы он выразил свою точку зрения на эту ситуацию, и вот что он сказал. Это было три года назад, и я понимаю, что это не оправдание, но я даже не помню, что делал три недели назад. И поэтому мой язык и манера общаться с людьми. Я не спрашиваю у каждого в Дискорде, сколько ему лет, и не думаю, что это обычно делают люди. И да, я смотрю других ютуберов, например, Макнести или Борди, и, похоже, они разговаривают с людьми абсолютно так же, ни у кого нет с этим проблем. Я понимаю, почему, но никто не придал этому внимания тогда, и не сказал, что это большая проблема. И ты не должен так разговаривать с несовершеннолетними. Но находясь в мире гейминга, где в некоторых играх очень токсична атмосфера. И вот что Акспектик сказал по поводу поздравления в целенаправленном преследовании в сторону BX Bullet. У меня был адрес, они его взяли, и они сделали то, что не хотели. Они нашли даже то, что у меня не было на руках. Я знал, кто они, но я не знал, насколько дальше они пойдут. Я не знал, что если передам этому человеку информацию, то они пойдут дальше, или посмотрят просто, и махнут рукой на это. И да, о чем мы говорим, только часть того, что рассказывается в заявлении BX Bullet. И да, пока это может быть свежий случай сталкинга и онлайн-издевательства в мире твич. К сожалению, это не единственный случай. Несколько месяцев назад свит Анита по популярной твич-стриме Сидро Монтуретто опубликала видео, где рассказывала о своем опыте целенаправленного преследования. У меня был сталкер, который преследовал меня несколько месяцев, он приходил ко мне домой, он практически спал около моего дома, смотрел дом. Однажды владельцам магазина даже пришлось смешаться и остановить данного человека, пока он меня преследовал. По словам Аниты, этот человек несколько раз спал на ее участке, подглядывал за ней через почтовый ящик, физически нападал на нее и несколько раз нарушал судебные приказы. Все стало настолько плохо, что Анита просто стала бояться за свою жизнь, и этот человек стал постоянно стучать в дверь и также слать смертельные угрозы. Он угрожал убить меня, и реакция полиции была просто впечатляющая после того, как он напал на меня. У меня было куча аргументов, куча доказательств, и полиция ничего не сделала. Дальше она сказала, что когда полиция пошла разговаривать с этим человеком по поводу нападения, он собирался ее увидеть, заодно у него был при себе обнаружен нож. После долгих месяцев того, как Анита пыталась чего-то добиться, она сказала, что полиция арестовала и отправила данного человека на два месяца за решетку. Но это отложенное наказание, которое назначается, когда тебя признали виновным в том, что тебе было предъявлено, но вы можете не провести в тюрьме и дня. Ему был запрещен въезд в мой город, поэтому он будет отправлен обратно в свой гостевой дом, чтобы собрать вещи и уехать из города. Анита также выложила видео, где говорила обо всем этом, а также провела интервью в таких стримах, как Чокобарс, Дестани, Суши Китти и Кейси Трон об их опыте и издевательствования. Я ушла и думала, что все это закончилось, и потом это превратилось в преследование. До сих пор это продолжается напряжение двух с половиной лет. Есть ощущение, что они делают твою жизнь кошмаром. Например, есть один парень, который издевается над мной с 2014 года. Видео освещает много тем, стримеров боящихся за свою безопасность, отсутствия реакции власти или твича и простое чувство беспомощности. Чокобарса особенно была публично в своем опыте с онлайн преследованием. В один момент написала, что она боится, что может умереть от рук ее сталкера, потому что никто ничего не может сделать до тех пор, пока с ней что-то не случится. Полиция сказала, что они ничего не могут сделать, потому что он не угрожал мне. У меня как будто москит, который надоед, да вылетает и ненавидит меня. Я даже говорила с адвокатами, но если я хочу провернуть адвокатский путь, я должна заплатить примерно 20 тысяч долларов. Что касается твич, то они ничего толком не делали, хотя они написали еще в июле, что хотят пересмотреть свою политику касаемо издевательства и ненависти, как раз когда пошла война сексуальная домогательство. И здесь большой вопрос. Мы понимаем, что должно что-то поменяться, но во внешней среде твич совместно с полицией, работающей над экстремальными случаями, какой руль выполняет твич? Бигс Буллет, который вы помните как жесть, но с которым мы начинали говорить всю эту историю, сказал, что она сообщала твич о своей ситуации 50 раз и ничего не получила внятного в ответ. Помимо стандартного письма, мы получили ваше письмо. Исключение из правил, когда начали бороться с целенаправленным издевательством, в случае Покемен и Лифи. После многочисленных видео Покемен, которые были полны спекуляций насчет ее поведения и личной жизни, его пожизненно забанили в Ютуб за нарушение правил насчет издевательств. Что важно знать здесь, что Лифи был забанен незадолго до того, как Ютуб обновил правила за оскорбление автора другим же авторам, которые они публиковали еще в 2019 году. И касаемо нарушения правил Ютуба, такая же система с трех страйков, как на Твиче. По словам всего Ютуба, это обновление пытается провести различия между... Авторы критикуют друг друга и являются этой частью свободы слова и открытых идей, и где тогда провести черту? Где они пересекают черту? Когда это уже не просто идея, а их критикуют как личности. И это важное различие. Где проводится черта? Когда ютуберы говорят о других ютуберах или оскорбляют? Всем спасибо за просмотр, надеюсь вам понравилось данное видео про Твиче и Сталкинг. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, писать комментарии. Не забывайте, что каждый комментарий для нас важен. Если вы хотите поддержать канал рублем, ссылка на донейшнлез есть внизу в описании. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, чтобы не пропускать анонсы в следующих видеороликах. Всем до скорой встречи и увидимся в следующих роликах. Субтитры сделал DimaTorzok